Далее в выпуске новости спорта. Слово моей коллеги Марии Косолаповой. Четвертый международный турнир по настольному теннису на призы главы администрации города Шебекина собрал в эти выходные около ста первоклассных ракеток из России, Украины и Перу. Уровень соревнований, как по мне, неплохой. То есть приехало довольно много мастеров спорта. В плане, что нравится, то есть меня удивило, честно говоря, радушие принимающей стороны. Очень все здорово. Шебекинский турнир – это на сегодня самые крупные соревнования по настольному теннису в нашем регионе. Ежегодно они собирают не только рекордное количество участников, но и привлекают, что, кстати, является редкостью для провинциальных игр, все больше профессиональных теннисистов. В этом году здесь выступили 16 мастеров спорта, чемпионка Европы, мастер спорта международного класса Елена Ковтун, а еще пятая и восьмая ракетки Украины Никита Рубан и Дмитрий Писарь. Вчера проходил групповой этап, из своей группы я вышел первым. Сегодня уже сыграл две игры, и сейчас будет игра за выход, за попадание в четыре. Честно говоря, я на Белогородской земле уже был дважды. Первый раз я был в Белогорде, а в этот раз мы приехали в Шебекино. Мне здесь очень понравилось. Небольшой городок, но довольно спортивно развитый. А то, что касательно соревнований, то соревнования получились в состав очень большой и плотный. Но не только теннисисты в эти выходные боролись за победу. Первый открытый чемпионат среди вузов по лазертагу, новому, но уже стремительно набирающему популярность виду спорта, собрал в эти дни аж 45 команд из восьми высших учебных учреждений Белгорода. Первые соревнования и уже такой массовый интерес со стороны белгородцев. Организаторы игры по совместительству и представители единственного пока в Белгороде лазертаг клуба «Хамстер» рассказывают, лазертаг – это сплошные плюсы. Военно-тактическая игра реалистична, нетравмоопасна, а дальность прицельной стрельбы вот из такого автомата достигает 500 метров. Собственно, на мне надета повязка. Здесь мы видим четыре датчика со всех сторон. То есть, откуда бы меня ни выстрелили, попадание будет зафиксировано. Попадание засчитывается в голову и в корпус. То есть здесь, здесь, здесь. Ну и здесь, в зависимости от сценария, выставляется урон того или иного оружия, количество жизней. То есть снайпер наносит, естественно, больше урон, чем обычная винтовка. А еще масса сценариев битв, территорий игр и тактических заданий. Эмоции участников соответствующие. Очень сплочает людей вот именно в одну команду. Надо очень чувствовать команду, вот, веселое в одно и то же время. Можно посмеяться с чего-нибудь. Интересно побегать на природе хотя бы. Просто, потому что город напрягает иногда. То есть это отдых вообще? Конечно, отдых. А то в городе все на работе, кто на учебе. Тем более сейчас сессия, я думаю, студенты на сессии отдыхают. Хотя бы несколько дней, которые здесь проводят. Почувствовать себя настоящим солдатом, выполняющим боевую задачу, сегодня может любой желающий. Узнать больше об этом новом и захватывающем спорте можно в интернете. Адреса вы видите сейчас на своих экранах или по телефону 37 0017 и 8 919 430 65 57. А в селе Грачевка Новоскольского района в эти выходные прошел первый этап открытого лично командного чемпионата области по мотокроссу, где встретились профессиональные гонщики от 6 до 70 лет со всех уголков Белгородчины и не только. Принять участие в соревнованиях прибыли спортсмены из Орла, Курска, Воронежа, Ростова-на-Дону и Украины. Артему Алышеву из Нового Оскола всего 8 лет. Это его первые крупные соревнования. Молодой гонщик долго готовился к ним и вот теперь готов показать все, на что способен. Я только год занимаюсь. Мне совсем не страшно, я хочу победить. А как этого добиться, будущему чемпиону обязательно расскажут нынешние звезды белгородского мотокросса. Владимир Иванович Ситковский, к примеру, за рулем более полувека и уходить на пенсию не собирается. Люблю это дело, настырный. 51 год выдержал, еще хочу 25. Победителями соревнований в разных классах стали Волучанин Илья Полежаев, Илья Илюшин из Белгорода, Геннадий Кравцов из Алексеевки и шебекинец Александр Троянов. Впереди у спортсменов еще пять этапов чемпионата в течение лета и финал в октябре. Старый Оскол в эти выходные тоже не остался в стороне от спортивного марафона Белгородчины. День защиты детей в местном дворце культуры Комсомолиц прошло открытое первенство области по спортивной акробатике, где 83 участника из Старого Оскола, Белгорода и Воронежа взялись выявить лучших прыжках на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе. Хозяев площадки на этих стартах вновь представил чемпион мира Максим Зенченков. Он поделился с нами секретом удачного выступления на акробатической дорожке. Самое главное не нервничать и не передумывать элементы. То есть делаешь ты там, надо обязательно делать. Если ты передумаешь, можно даже упасть и это закончится очень плохо. И если на дорожке главная скорость и ловкость, то на батуте мини-трампе важнее всего высота полета и смелость акробата. Раньше, когда маленьким было страшно, а сейчас уже привык. Приходится стараться больше, чем на батуте, там сил выкладывать больше. Параллельно с первенством области стартовало в этот день и первенство спортивной школы «Юность». Участие в нем приняли самые маленькие акробаты. Будущие чемпионы с нетерпением ждут, когда смогут участвовать в крупных соревнованиях. Мне захотелось, я увидела, как красиво прыгать, как мужественнее люди становятся. Мне захотелось тоже. И в завершении новость из Венгрии, где завершился Кубок мира по кикбоксингу. В составе сборной России призерами по итогам соревнований стали три белгородских кикбоксера. Виталий Шабулин и Михаил Швоев, которые вернулись домой с серебром, и Олег Гугаев в его активе бронза. Поздравляем наших ребят и желаем им новых побед.